Зинаида Михайловна показывает фотографии и рассказывает, как познакомилась с героем Советского Союза Сабиром Ахтямовичем Ахтямовым. В воинскую часть на станцию «Шатки-1» в 1951 году они приехали вместе. Попали в спецкомендатуру по охране особо важных объектов. Жить и служить тогда приходилось практически в полевых условиях. Расселили всех в бараках, без привилегий. Обстановка железная койка, тумбочка, больше ничего. Не было для героя льгот. Эталон чести и порядочности, так говорит Зинаида Михайловна про Сабира Ахтямова. В городе его знали и любили. Со всеми вопросами и проблемами сразу шли к нему. И он всегда старался помочь. Герой Советского Союза часто общался со школьниками, рассказывая о подвиге великого народа. В каждой школе побывал. Проводил военно-патриотическую работу. Его так любили. А во втором лице, тогда школа была, был отряд имени Ахтямова. Так он там посещал их, он там их оборудовал, помогал, все рассказывал. Сам Сабир Ахтямов в составе мотострелковой бригады прошел фронтовой путь от Смоленска до Кёнигсберга. Участвовал в освобождении Белоруссии и Республик Прибалтики. В боях за Восточную Пруссию. На войну ушел 16-летним подростком. И когда они получили похоронку, что отец, кузнец, убила его под Смоленском, он тогда оставался кузнецом за отца, он сказал, я пойду умстить за отца. И отомстил. При взятии Немерсдорфа он вместе с боевым товарищем Луковкиным уничтожил огневую точку, что позволило советской армии одержать победу в битве за этот населенный пункт и продвинуться вглубь виражеской территории. За этот подвиг Сабир Ахтямович и получил звание Героя. Его грудь украсили также ордена Красного Знамени и Красной Звезды и Орден Отечества Первой Степени. В Сарове Сабир Ахтямов прослужил более 20 лет и уехал отсюда в 1972 году. Впервые с инициативой о наименовании одной из улиц города его именем Зинаида Михайловна выступила в 2005 году. Но тогда Сабир Ахтямович был жив и по закону назвать его именем какой-либо объект было нельзя. После его смерти в 2014 году женщина вновь подняла эту тему. Сейчас вопрос находится на рассмотрении в комиссии по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. И Зинаида Михайловна верит, что ее инициатива будет поддержана. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.